6% за прошлый год. В Харьковской области растет промышленное производство. За счет каких предприятий пополняется бюджет, разбирались наши корреспонденты. Это механосборочный цех Харьковского машиностроительного завода ФЭД. Одно из главных предприятий Укроборонпрома. Ежедневно здесь производят оборудование, комплектующие для военной техники. С рабочим визитом предприятие посетила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Делаем годную продукцию, собираем детали, узлы, через контроль проверяем. 100% у нас проверка. У нас механосборочный цех. То есть мы и детали делаем, и комплектуем узлы, и занимаемся и стенды, прокатка в стенах, и проливку делаем. И передаем свою продукцию в нашу цеху на сборочный цех. Еще три года назад завод был на грани банкротства. Долги перед кредиторами, маленькие зарплаты и те с задержкой. Чтобы не потерять коллектив, работали всего по несколько часов в день. С приходом нового руководства было освоено еще ряд новых изделий, касающихся тоже бронетехники. Это нагнетатель. Мы тесно сотрудничаем сейчас со многими бронетанковыми предприятиями, завода с ремонтными. За короткий срок удалось не просто наладить производство, рассказывают рабочие. Завод сотрудничает с отечественными и зарубежными производителями. Ситуация стабилизировалась. На предприятие вернулись квалифицированные специалисты. Зарплаты выросли. Зарплату вовремя платят. Зарплату авански. Все в порядке. Аналогичная ситуация была также на заводах Малышева и Хартроне. Последний производит продукцию для ракетно-космической, железнодорожной, энергетической и оборонной промышленности. Выпускает и уникальную электронику. Продукцию уже ждут в Казахстане и Беларуси. А вот на Малышева контракт на поставку танков вооруженным силам Таиланда подписан еще в 2011-м. Но большую часть заказа удалось выполнить только за последние два года, что позволило возродить предприятие. Была бы значна перерва. Были сколько 50 танков и 2 ремонтно-эвакуационных машины, которые вы бачили атлет. Также поставлены на тренажеры, на данные послуги с навчанья. Развитие промышленности основы экономики, подчеркивает глава Харьковской области Юлия Светличная. По официальным данным, только за последний год поступление от Тяжпрома в бюджет области превысили 70%. На промышленность нужно уделять внимание, развивать ее, внедрять новые технологии, делать конкурентоспособным товар, расширять рынки сбыта, тем самым в том числе уделять внимание социальному пакету и социальным гарантиям, улучшать условия труда. И от этого будет повышение заработной платы, потому что чем больше выпускается продукция, чем его больше сбывается, тем, безусловно, больше прибыль у предприятия. Этим и занимаемся, работаем для того, чтобы расширять рынки сбыта. Также Светличная подчеркнула, руководство области активно занимается продвижением бренда региона в мире. Благодаря этому предприятия Харьковской области хорошо известны в странах Азии, Латинской Америки и США. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер.